Я для вас подбираю забавные события, которые произошли по всему миру. И вот смотри, с какой досадной вещью столкнулся мужчина из Англии. Его зовут Натан Митсон, и его сравнивают с Брэдом Питтом на протяжении последних 20 лет. Фотографии есть? Есть, конечно, безусловно. Я покажу. И самое обидное... Ну, похож? Похож. Очень даже похож. А где из них Брэд Питт, если немножко непонимаемый? Между прочим, это оба он. Натан Митс. Да, 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 да. Хорошо. Там и там. Ну, действительно, похож. Но самое обидное, что в этом все происходит, что у него никак не складывается личная жизнь. Именно из-за того, что он так сильно похож на Брэда Питта. Большинство девушек, которые с ним знакомятся, они хотят все-таки познакомиться с тем звездным персонажем, с тем звездным актером, а не с самим англичанином. Ну, один в один практически. Ну, практически, да. А некоторые наверняка думают, что это какой-то фейк. Во-первых, и это он тоже говорит, когда он зарегистрировался на платформе, где сайт ознакомства, так его назовем, люди просто к нему не отвечают, когда он с кем-то знакомится. Они думают, что эти фотографии поддельные, и такого человека не существует. Ну, в общем, парень, конечно, не расстраивается, у него две дочери, он их воспитывает, такой настоящий отец, он говорит, ну, если я никого не смогу найти, ну, ничего страшного, у меня две принцессы дома живут, посвящу всю жизнь им. Но оказывается, вот и такое происходит, вы вроде красивый такой же, как голливудский актер, а девушки к вам не подходят, опасаются и побаиваются. Ладно, что еще? Вторая ситуация произошла в Америке с прекрасной и очень охотчивой девушкой. Она выходит замуж, и она поняла, что ее будущая свекровь слишком нарциссически настроенная, и значит, на будущей свадьбе может устроить скандал, привлекая к себе внимание. Что она для этого сделала? Она дала объявление для поиска мужчины для своей свекрови. Готова заплатить за это тысячу долларов, мужчина должен прийти под видом гостя на их свадьбу и начать проявлять знаки внимания к этой женщине, отвлекая ее от всей цельмонии свадьбы, чтобы она там всячески улыбалась, ему кокетничала и вечер таким образом провела, не устраивая на свадьбе скандал. Сопровождение на час. Ну, на свадьбу, так скажем, да, но мне кажется, это очень классная идея, если вы прекрасно понимаете, что кто-то из родственников может вам торжество-то подпортить. Нужно отвлечь. Нужно отвлечь. Либо просто не приглашать. Но здесь не против. Ну, маму нельзя же, не ха, не пригласить, согласись, этот вариант. И вывод, и вообще решение абсолютно оригинальное, рабочее, так что берите на заметку. Ну, и третья новость про человека, который безумно любит всю вселенную Хоббитов, Толкиена. Он решил создать у себя во внутреннем дворике домик, ну, вот этого Фрода. Фрода, я помню. Да, и сделать там мастерскую. Смотрите, что у него из этого получилось, и берите на заметку. У него своя собственная мастерская, и вот таким образом он решил ее реализовать. В планах в ближайшее время провести туда настоящую печку, чтобы работал этот домик и в зимнее время в том числе. Ну, и настолько это оригинально, настолько это уютно, что привлекло внимание по всему миру, появилось это все в новостях, в том числе и в утреннем экспрессе в Екатеринбурге, что задумываться можно об этом чуть больше и как-то по-другому реализовывать свои дачные домики, в том числе, вот, например, как вселенная. Или Гарри Поттер, или Хоббиты. Ну, что-то такое очень сказочное, навевающее детские воспоминания. Я думаю, что вот тот самый Али Хьюсон, да, правильно? Да, абсолютно. И представить себе не может, что мы здесь, в Екатеринбурге, на Урале, показываем его домик в этом экспрессе в твоей рубрике. Ну, это прямо достижение, это успех, я считаю. Окулярно, здорово.